привет ребята это исследователь обзор lenovo s930 опыт эксплуатации ему уже несколько лет пару лет ко мне он попал тоже ел марте купил где-то год был но в нормальном состоянии он я расскажу про качество про тенденции для любителей опять же компьютерной техники телефонов кому не интересно в общем смотреть нечего буковки отлетели просто была пленочка наклеена с клеем он просто сгнил ничего и не делал с ним вспышка конечно дурацкий тон дает ну да ладно микрофон шумоподавления работает стекло как видите вообще не поцарапалась камера хорошая для таких годов очень хорошая джек штекер торчит как дебилоидный ну видите сами просто все открыто для красоты они сделали откругление трескается крышка вот видите трескается но потому что она просто тонкая очень очень тонкая ничего с ним не делал падал он пару раз но треснул по-другому потому что она тонкая 10 цепляете ведь толщину смотрите толщину вот поэтому трескается и пластик рубки весь перетрескался брак производства я могу даже показать сравнить sony которую только что я обзор сделал как 1000 рублевый смотрите на толщину просто крышка говно сейчас она 1000 рублей стоит развод а этот вот я мну-ну-ну-ну-ну его но ничего конечно сволочи это под насрали есть видите дату слоты стандартный микросим это хорошо меньше я считаю не нужна карточка статья вынуть больше не буду использовать наверное прикольный такая вставлялочка удобно обычно как-то пихают здесь можно аккумулятор не доставать элементарное решение это под антенки как я понял штырьки и антенка как обычно связи где-то здесь которые ты рукой закрываешь кнопочки нормально работают всем карты естественно неудобно доставать опять же сделали бы сбоку не знаю почему они делают потому что видно тупые крышка разболталась но еще держится и блин вспышка хоть кнопка стык включается я даже не знаю какой после двух лет так так он хотел камеру показать вам переднюю не хочет фокусироваться почему-то да сейчас секундочку дело я не понимаю да ладно вот держать так камера передняя очень качественная просто увидите она по размеру такая здоровая качественная можно определить здорово ведь она здоровая динамики вот здесь вот они они конечно занимают не всю вот эту плоскость просто вот здесь вот маленькую щелку здесь где-то еще это вот здесь вот щелка очень громкие очень качественные лучше всех что было лучше любых планшетов из тех что у меня было так так кран отличный видите углы просто отличный под такими углами все видно кран как разительно хороший стекло пленки нету стекла на нем на стекле нету не поцарапалась но есть маленькие маленькие царапки здесь вот царапка что лучше все-таки наклеить что-нибудь пленочку у меня был вот такой чехол чехол не мог найти это playstation мелкой так он вставляется и нормально плоский это то что нужно вот но плоский стекло видите не нужно никаких два с половиной д это то что нужно это они впаривают вам дерьмо какие-то два спины д ну дебилы покупаются рамки там по бокам пофиг какие но может слишком огромные да не нужно здесь видите они не огромные не огромные видите не огромный нормальный можно держать а так держишь немножко пальцами закрываешь а если рамка будет ну чё ты закроешь экран что за херня снизу ты тоже держишь и так кнопки не подсвечиваются неудобно как обычно тупилово андроид 4 4 2 не обновляется но это не критично в основном все работает памяти мало около пяти гигабайт но есть карточка памяти поэтому нормально один гигабайт оперативный хватало 800 все время занято но и больше не занималась так что нормально стоит около 4000 сейчас вполне за такую цену никаких неудобств особо я с ним не испытывал ну сотовая связь 3g третье поколение тоже нормально вай фай около 70 мегабит ко мне от меня 3g нормально тоже работал легко можно получить 10 мегабит но исходящие всегда 2-3 мегабита и если вы транслируете этого может не хватить потому что она еще прыгает скорость и падает до 1 поэтому это уже можно записать недостатки про крышку я сказал просто тонкая поэтому вся и отрезкалась хороший телефон разъем так не разболтался хотя в воздухе висит как обычно все разъемы висят в воздухе так как там вставляется видите он ни на чем не держится разъем на разъеме держится ну хотя бы вокруг пластмасска бы придерживала так что он там делает как будто включается ну вот то есть он у вас отлетит обязательно у меня пока не отлетел но специально так делают они я уже объяснял чтобы вы все время меняли крышки, разъемы так что осторожно к этому относитесь это еще в порядке он шевелится но не разболтан потому что он всегда шевелится потому что у него мягкие контакты пружинища проверить очень просто когда питание лампочка а диодик есть это круто пятерочка когда диодик не моргает не болтается значит все нормально дырки эти засираются конечно рукой жиром тут вы его шевелите все такое засранное тяжело их почистить практически невозможно эти дырки но работают здесь как вы видите микрофон микрофон хороший все вообще более менее хорошее пара царапин каких-то появилось на экране но экран вообще как видите он в идеальном состоянии я бы сказал посмотрите жир еще олеофобное покрытие есть на этом все ребята используйте то что удобно новые все изобретения в основном чушь я уже сказал это и не сменяемые карты аккумуляторы а ну да здесь аккумулятор сменяемый это круто это все очень неудобно все просто пустые траты денег менять вы можете что угодно но вот с этим телефоном я никаких неудобств не испытывал единственное мне захотелось интернет побыстрей так просто все работало все хорошо а и так может показать даже так так выключено меня и что да блин так 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 быстро загрузка звук он пищал вначале я это убрал это убирается рут естественно получается все без всяких надписей дурацких как в современных ассах так он выключился вниз питание ой вниз громкость и питание блин не туда вошел значит вверх надо было это какая-то вот чушня у Lenovo я так и не понял это мод фасбуд что ли какой-то какая-то фигня так никто и не подсказал ну я же жму питание почему ничего не происходит ну ну о нормал будет так теперь верхняя громкость и питание я думаю в рекавери зайдет же так же заходит нет похоже не получилось еще у меня стоит кнопка там которая в рекавери перезагружает а так я не очень часто туда заходил так давайте еще разок может быть из-за этого мне не дает из-за быстрой загрузки просто забыл вниз вверх громкость такую сжать все выключился верхнюю держу крепко-крепко и питание о лена китайская дурацкая минимум какой-то это ихний фасбуд какой-то или рекавери да уж главное я ничего не понимаю а я стал набирать выжимать блин сейчас не то нажму как выйти я не понимаю вот здесь я выбираю конечно блин и у меня модель-то ну сертифицированная и вот такая фигня так ну да ладно я знаю способ сейчас батарейку вытащим так все-таки почему я не могу в рекавери зайти ну нижнюю кнопку вниз опять не то у меня же стоит здесь нормальный рекавери а обе что ли блин обе громкость вверх-вниз да я вверх-вниз нажимал а обе кнопки надо было все работает ну заодно и изучили что за китайский рекавери вообще не понимаю и версия я говорю версия RST вы сами видели под крышкой надписи есть так сейчас если выделим вот EAC 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 хотя фиг знает может быть в том же EALMART иницифицированной продаваться но железо работало рекавери 3 вполне современной версии как вы заметили всем спасибо пока ребята это был опыт эксплуатации Lenovo S930 а размеры 6 дюймов неудобные мне неудобно большой слишком не нравится мне лично не подходит либо планшет либо телефон 6 совершенная чушь и не планшет и не телефон говно ну размеры я имею в виду говно пока